Убрал будильник, и вот так глаза открывают. 11.20. И я думаю, ух ты. Ребята хорошо отдохнули, мы сделали небольшой перерыв. После собрались на буткемпе. Ходишь в другую повелину, даешь интервью. Потом собираешь девайсы, едешь. Давай посмотрим, с какой страны я тебе скажу, сколько она лежала. Как на сцену выходить и так далее. Всем привет, вы на канале Virtus.pro CS2, и мы на E-Sport World Cup по CS2. Сегодня во влоге у нас день перед медикой, обзор Players Lounge. Парни приехали вчера, поговорим с парнями, как прошла подготовка к турниру, как прошел буткемп, как им играется с новым тренером, что по атмосфере. В общем, смотрите до конца, чтобы ничего не пропустить. И, естественно, подписывайтесь, потому что впереди много контента. Мы здесь снимаем не только влоги, но еще несколько форматов. Подписывайтесь на наш Telegram, на все наши соцсети, чтобы погрузиться на полную атмосферу турнира. 9.30 я встал, испугался от будильника, во-первых. Выключил их все нафиг, что-то там начал отключать. Убрал будильник. У меня уже глаза горячие. Да, да, я хотел сказать. И вот так, с твоего глаза открываю, 12-20, ой, 11-20. И я думаю, ух ты, пошел в душу. Ну что, такая шо... Майфейс не в кондициях. Как вы провели период перед EVC и рядом? Блин, мы в Кемпе тренировались, набирали форму после отпуска. Позитивный настрой, боевой, я бы сказал даже. Хотим улучшаться, амбиции высокие, поэтому только вперед. Вот как тебе турик, страна и все такое. Вот ты первый день здесь, типа, попал. Да не первый раз, он с Карави. Нет, первый день сегодня. Вот по сравнению, давай вот так, по сравнению с прошлым годом. Организация турнира, я думаю, всегда здесь на уровне. Расскажи, как проходил тренировочный процесс? Ребята хорошо отдохнули, мы сделали небольшой перерыв. После собрались на буткемпе, 10 дней провели продуктивно на буткемпе. Конечно, времени было очень мало. Потому что мы проходили как бы заново все 6 карт, и сильной уверенности в себе не нашли на всех картах. Но, в принципе, есть хорошие идеи, хорошие планы, и я думаю, что мы сможем удивить наших соперников. Какие-то с прихода твоего в команду, и вот за это время, что ты здесь с ними прям плотно общаешься, ты заметил какие-то изменения в атмосфере? Ну, первое, все стараются поддерживать полностью рабочую атмосферу. Очень приятно, что ребята любят пошутить, разбавить какой-нибудь там сложный момент шуткой. Самое важное, что ребята профессионалы, то есть не нужно никого заставлять играть. Все готовы, то есть отыграли праки, ребята пошли, все сели вместе, играют в индивидуалку. Никто не готов джековать своим свободным временем, то есть все равно уходит в игру. Ну и опять же очень приятно, что есть некий вайп, что именно атмосфера в команде, что все друг друга уважают, все друг друга, даже я как бы сказать, любят. Все любят пошутить вместе, сходить куда-то, поэтому это классно. Ты жесткий, как бы, ну, условно дисциплинный чел. Получается это применить к этой команде? Получается, но опять же из-за небольшого количества времени тренировки проходили тяжело, потому что разбор с утра, разбор вечером, в принципе очень мало времени хватало на индивидуалку. Но я уверен, что когда мы составим наш плотный клейтбук, будем готовы к тому, чтобы только его усовершенствовать, у ребят появится больше свободного времени и все станет проще. Как тебе организация? Видно, что ребята хотят показать хороший уровень, то есть классный отель, все в брендировке, отличные компьютеры, отличные мониторы, все-таки ребята пошли на встречу постоянно на 360, то есть видно, что соревновательная часть намного важнее, чем часть спонсоров и чего-то еще, поэтому я в принципе доволен. Сегодня по плану выжить на медийке, с надеждой, что она не будет на улице, потому что пройдет она 6 часов, после пойдем готовиться к матчу, разбирать. Все говорят, что на EWC самые потные типа медиадни, потому что 3D, вот эта вся тема. Вероятно, возможно, но на самом деле, мне кажется, плюс-минус одинаково у всех турниров, за исключением, есть некоторые турнирные операторы, где-то просто приходят, делают шхотки и все, но я думаю, нет такого прям какого супер отличия от других турниров. Что он получил на архиве, что было на его вечеринке? Я не знаю, все. Он не вспомнил меня. Ты не вспомнил меня? Тоже много алкоголя? Нет. Я был... Какой новый тренер? Продолжение. Хорошо, хорошо, это хороший ревью. Перерыв между катками? Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Вся медика сделана в том же месте, где Лэйрс Лаундж. Ты просто приходишь, делаешь фотки, уходишь в другой павильон, делаешь 3D-штуки, уходишь в другой павильон, делаешь видосы, уходишь в другой павильон, даешь интервью. Потом собираешь девайсы и едешь. Тут надо навешивать, 32 метра. Навес на что, на кружок? Квадрат. Ты знаешь, что я сделал? Я вместо удара нажал, короче, навес и с головой другой забил. А тогда тоже самое было, если ты за Гридимана забил. Блин, я хотел сгибать. Держи меня уверенно. Хорошо, это все. Хорошо, ПП? Держи нас уверенно. Най-най-най-най-най-най-най. Мы едем на SSD-сутат на Веню. Подключимся, настроим конфиги, чтобы перед матчем настраиваться. Обычная практика на каждом турнире в медиа-день, после медиа SSD-сутат. Посмотрим, как там арена, что там происходит. Так что как-то так. Я думал, на самом деле, на УС. И купить эту цепочку с тестом. Убийца был бы, если честно, Давид. Армянам идет, если честно, борода ее на УС. Надо тебе гардероб яркий сделать. 0-3, 0-3. Не, я не прямо на УС, 0-3 я хотел. Не, смотри, Давид, короче, как Кримс. Чтобы у тебя лицо было, как у Кримса. Или это прическа, есть площадка, понял? И вот сбоку лысая, а сверху чуть-чуть. Какая сейчас? Да, да. Не, я понял, про что он имеет в виду. Ты имеешь, что наоборот, не по бокам волосы, а сверху лысые. Нет. Короче, сприваешься к бокам, и вот здесь такую дорожку оставляешь. Смасшедшим. Крэйзи дорожка. И вот до сюда, в задушку. Вот смотри, по сути дают, у тебя сейчас идеально. Ты вот отсюда, вот так вот, просто под ноль, вот по этим вот контурам, понял? Под ноль? Чтоб шапочка такая была у тебя. Ну, может, посмотрим. Я не понимаю, как здесь в такую погоду вообще на электросамокате? Я буду проехаться. Глеб. Смотрели фильм «Призрачный гонщик»? Да. Вот так же. Он горит? Ну, а ты заметил, что вот мы едем, и на улице нет ни одного человека, в принципе? Такая шина есть. Такая шина есть. Прохожих не существует, если что. Здесь нет. Такая шина есть. Приехали настраивать сетап. Сетапимся мы в месте, где играли Dota Plane. Тут ребята, которые не на сцене, играют Entity с кем-то, я помню. В общем, мы тут настроимся, но играть, скорее всего, мы будем в другом месте. На арене, так сказать. Поэтому тут просто свободные копы. Поэтому мы тут их настраиваем. Наши ССД-шники забирают, и завтра на игру. Комбы будут с нашими настройками. Давай посмотрим, с какой страны. Я тебе скажу, сколько она лежала. С УК, братан. УК? Ну, это вот с Blaster. Буквально две недели. Нормально. Ничего не произошло. Мы тестировали. Пароль есть, но из-за того, что у меня, короче, там, почему-то багалось, с Steam-то зайти-то я зашел, а я не могу на фейс взросе. Приехали на сцену главную, где все будет играться, и сейчас игрокам будут показывать, как выходить, куда вставать. Игры в КС сразу будут со зрителями. Здесь большой зрительный зал. Два сектора для обычных зрителей, там, кто купил билеты, для стаффа игроков и всего остального. И посередине элитная, как бы, вип-ложа, где лучше все видно. Брихард будет, типа, как на сцену выходить и так далее. Мы отправляемся тренироваться. Увидимся в следующем влоге. Подписывайтесь, ставьте лайк, распространяйте. Здесь очень много контента будет с E-Sport World Cup. Так что, stay tuned, как говорится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!